Теперь об опиющих нарушениях в Астрахани. Незаконные врезки в газовые трубы, ужасающее пренебрежение техникой безопасности. Десятки, даже может сотни людей, живут как на пороховой бочке, каждый день рискуя взлететь на воздух. А все дело в желании сэкономить на обогреве, не понимая, что любая искра может стать фатальной. Елена Пич оценила масштаб проблемы. Кухонная плита гудит, как реактивный двигатель. Запах газа во всех комнатах. Так с начала холодов днем и ночью отапливает свой дом астраханская семья с тремя детьми. Смертельно опасное зрелище снял на телефон сотрудник газовой компании. Хозяйка пустила его внутрь только после вмешательства полиции. Просто сжигая газ в закрытом помещении, соответственно, накапливается угарный газ и человек рискует погибнуть. Взорваться дом может в любой момент. Чтобы пользоваться голубым топливом, хозяева просто просверлили дырку в проходящем через их двор газопроводе. Это незаконная врезка. Шланг резиновый буквально держится на честном слове, потому что надень его, скорее всего, даже снимают. И вот такой шланг идет прямо по земле, заходит в дом. Для конспирации здесь даже поставили газовый баллон. Но это для тех контролеров, которые приходят сюда днем. В регионе 325 тысяч абонентов. Треть живет в частном секторе. Обойти всех невозможно, признаются контролеры. Особое внимание к должникам. Но чаще нарушают те, у кого дом вообще не газифицирован. Эту незаконную врезку сотрудники газовой службы обнаружили и сфотографировали накануне. Поэтому сегодня знали, где искать. На время проверок дыру в газовой трубе хозяева этого дома предусмотрительно замазали пластилином. Отверстия рабочие заваривают, но шансов, что завтра здесь не появится новое, мало. Проверить приборы в доме тоже не удалось. Дверь контролерам никто не открыл. Какое там газовое оборудование, неизвестно. Скорее всего, самодельное. Понятно, что с точки зрения безопасности они создают очень большого рода. На шум заглянул сосед. Его дом стоит стена к стене. Если произойдет взрыв, вряд ли уцелеет. Но мужчину это, кажется, не пугает. Не боитесь? Ну как я не боюсь? Не боюсь. Вы сами остаться на улице со своей семьей. Вы лучше, значит, вот на бумажке напишите, он пойдет оформить. Здесь тоже в ход идет сварка. Теперь без газа останется большой, как подозревают сотрудники газовой службы, многоквартирный дом. Скорее всего, хозяин сдает жилье в аренду. Правда, по документам, это старенький домик площадью 28 квадратных метров. И даже при платеже 150 рублей в месяц летом и полторы-две тысячи рублей зимой владелец умудрился задолжать десятки тысяч рублей. Но страшнее всего, что в новом доме он сэкономил на самой газовой проводке вместо металлических труб, кое-как соединенные между собой шланги. В этом огромном доме газ подключен не просто небезопасно, а вообще вне всяких норм и правил. Потому что, смотрите, вот эта паутина не только из белевых веревок. Это тоже газовые трубы, которые идут в многочисленные жилые помещения. В архивах отделов по работе с потребителями газовых служб любых регионов тысячи фотографий и свидетельств. Незаконные врезки, шланги на проволочках, изоленте и веревочках, отопительные конструкции, при виде которых у специалистов волосы становятся дыбом. Точно зная, что это смертельно опасно, люди не просто воруют газ, а ежеминутно подвергают угрозе себя, своих детей и соседей. Почему-то им кажется, что весь этот ужас с ними произойти не может, а на руинах и пепелище останется кто-то другой.